Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас на нашей встрече. Наши контактные данные вы видите на экране, то есть наша электронная почта, телефоны, телеграм-контакты и адрес нашего сайта. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитик Галина Гардышева. И если вам, например, по какой-то причине не удалось досмотреть нашу встречу до конца или время проведения оказалось для вас неудобным, то через некоторое время вы можете посетить наш сайт, мы выкладываем записи вебинаров и, соответственно, вы можете посмотреть и сам вебинар, и, возможно, вас заинтересует какая-то другая информация. То есть милости просим, мы будем очень рады сотрудничеству и готовы выполнить для вас любую работу, которая связана с программным обеспечением 1С. Итак, наша сегодняшняя встреча будет посвящена маркетплейсам. Программу вебинара вы видите на экране. То есть на самом деле маркетплейс – это давно и хорошо, скажем так, изучена комиссионная торговля, но она имеет некоторые особенности. Вот об этом мы сегодня и поговорим. То есть, во-первых, для того, чтобы работать с маркетплейсами в бухгалтерии, нам надо активировать блок для работы с такими товарами. То есть нам нужно выбрать функциональность, выбрать интерфейс, и, собственно, мы поговорим, как создавать маркетплейс и какие договора, какие особенности имеют договора. И документация, которая сопровождает этот процесс, то есть отгрузка комиссионеру, реализация отчет комиссионеру, какие попутные услуги может оказывать маркетплейс, и почему он стал в настоящее время таким популярным. Ну и немножко поговорим про логистику, про отчетность, ну то есть все, что связано, так сказать, вокруг и около этого процесса. Как будет строиться наша сегодняшняя встреча? Мы будем с вами нормативные материалы смотреть в основном по слайдам и будем параллельно переключаться на демо-версию. Сейчас я переключусь так. То есть мы будем работать в демо-конфигурации и, соответственно, смотреть какие-то конкретные моменты, которые мы сначала проговорим теоретически. Сейчас мы снова возвращаемся к нашим слайдам. Вот так. И немножко, так сказать, про историю балета, про нормативные документы, которые сопровождают работу с маркетплейсами. Ну, во-первых, маркетплейс – это интернет-ресурс, который предназначен для удаленного проведения сделок и, собственно говоря, и продажи товаров, и услуг. То есть конкретной расшифровки понятия маркетплейса на данный момент не существует. Однако, как бы, если брать по существу, то маркетплейс – это обычная электронная торговая площадка, на которой вам собственник, то есть маркетплейс, может предоставлять и услуги по продвижению вашего товара, и фактически саму продажу, и оплату, соответственно, того, что выбрали покупатели. Но при всем при этом маркетплейс не является интернет-магазином. Он является посредником. И, собственно говоря, в некоторых случаях он может выступать как конечный покупатель. То есть перехода права собственности при отгрузке на маркетплейс у нас не происходит. Таким образом, товары, которые маркетплейс продает, ему не принадлежат. То есть в этом случае посредником маркетплейс выступает только в тот момент, когда покупатель оплачивает данный товар, то есть свою покупку, и переводит денежные средства собственнику товаров. То есть, допустим, в конкретном случае мы говорим, что собственником являемся мы, поэтому маркетплейс переводит денежные средства на наш счет, на наши реквизиты и так далее. Интеграцию с маркетплейсами, в принципе, уже достаточно хорошо проработали. И она размещена и в конфигурациях 1С, и есть специальные разработки маркетплейса. Например, вот программа SynchroZone, но на данный момент эта разработка не поддерживается в конкретной конфигурации 1С предприятия. В бухгалтерии есть некоторые отличия. Работа с маркетплейсами поддерживается и в управлении торговли, и в ERP, но, тем не менее, в бухгалтерии есть свои особенности. В частности, в бухгалтерии работа с маркетплейсами и комиссионными товарами собрана в отдельное рабочее место. Сейчас мы с вами переключимся и посмотрим, о чем я говорю. То есть, если мы переходим, ну, например, в раздел продажи, то у нас вот с вами есть рабочее место, маркетплейсы и комиссионеры. А в других конфигурациях функционал поддерживается тот же самый, но компоновка, скажем так, другая. То есть, не централизованно сведены все в одно место, а находится в разных разделах. И, соответственно, для того, чтобы, например, оформить отгрузку, нужно зайти в один раздел, чтобы оформить переход права собственности, то есть реализацию, перейти в другой раздел. Ну, и, соответственно, отчеты комиссионеров тоже стоят как обособленный пункт меню. Снова возвращаемся к нашим слайдикам. Так. И поговорим еще вот о чем. То есть, маркетплейсы на данный момент предлагают несколько вариантов работы. То есть, если вы видите вот такую аббревиатуру DBS, это по первым буквам английского выражения Delivery by Sair. То есть, в этом случае маркетплейсы выполняют роль витрины, то есть, только размещают сведения, а вот логистику и доставку он оставляет за продавцом. То есть, в этом случае мы сами должны организовать доставку, сами должны, если требуется провести, например, какие-то таможенные процедуры. Ну, и, соответственно, самостоятельно отвечаем и за скорость доставки, и за качество доставки. Ну, то есть, это полностью наша ответственность. Если мы видим аббревиатуру FBS, это Fulfillment by Seller, то маркетплейс в этом случае предоставляет не только витрину, но и берет на себя доставку. При этом наше предприятие имеет некоторые плюшечки, то есть, они выражаются в том, что складское хранение, сборку конкретного заказа и передачу доставщику, то есть, собранные заказы передаются оператору, в этом случае это функции маркетплейса. То есть, у нас не болит голова на тему того, как собрать, как упаковать и как доставить. И, наконец, аббревиатура FBO, Fulfillment by Operator, то в этом случае, ну, чаще всего в качестве названия используют название маркетплейса. То есть, в этом случае будет звучать, допустим, FBO, там, Озон или Валдберрис или так далее. То есть, в этом случае, ну, так сказать, все включено. И в этом случае именно маркетплейс контактирует и с покупателями, и организует все процедуры по доставке, упаковке, сборке. И в этом случае маркетплейс перечисляет выручку за реализованные товары, за минусом услуг, которые он оказал. То есть, это может быть продвижение товаров, это может быть доставка, таможенная чистка и так далее. И, соответственно, выручка перечисляется за минусом таких услуг. И в этом случае маркет обязан предоставить все документы, которые закрывают эти услуги. То есть, акты выполненных работ, возможно, счета фактуры, возможно, еще какие-то документы, которые сопровождают данную конкретную продажу. Вот это, собственно, стало одним из основных моментов, по которому маркетплейсы стали так популярны. Потому что сейчас, в особенности в условиях санкций, очень сильно пострадали логистические цепочки. То есть, соответственно, какие-то машины могут возить в этом регионе для каких-то, например, возможно, только другие варианты доставки. То есть, все вопросы, которые связаны с доставкой, с транспортировкой, с санкционными ограничениями, решает в этом случае маркетплейс. Что, естественно, для меня, как для, например, собственника товара, очень сильно, во-первых, экономит средства на складское хранение, на доставку, все риски. И, в общем-то, скажем так, для меня это наиболее льготный режим. На самом деле, с комиссионной торговлей в 1С достаточно давно уже проработаны все документы и поддержан этот вид торговли. Но для того, чтобы начать работать с такими партнерами, необходимо включить настройки. И, собственно говоря, эти настройки, сейчас мы с вами посмотрим на примере демо-конфигурации, находятся у нас вот в этом месте. То есть у нас раздел «Главный». Нам нужно найти функциональность. И когда мы переходим в функциональность, у нас открывается меню. Вот вы видите, здесь есть раздел «Торговля». И, соответственно, розничная торговля, комиссионная, внешняя, разные виды торговли. И нам нужно выбрать пункт «Комиссионная торговля». И здесь обратите внимание, что в доступных функциях мы проставляем чекбоксы, то есть у таких симпатичные зеленые галочки. И у нас обязательно должен быть полный интерфейс. То есть мы интерфейс первоначально, когда выбираем, мы можем с вами выбрать основной интерфейс, мы можем выбрать частичный выборочный интерфейс и, соответственно, извините, функциональность, и, соответственно, полная. То есть полная функциональность предполагает, что у нас в этом случае и полный интерфейс. И вот у нас раздел «Комиссионной торговли» с отметочками всех позиций. И все они должны быть на полном интерфейсе. После этого сейчас мы переключаемся с вами на снова слайдики. И практически вот вы видите то же самое, что мы сейчас с вами сделали, только описано в словесном выражении, то есть что нам необходимо сделать, то есть установить флажки в настройках функциональности. И после этого мы можем начинать работать и с интерфейсами полным, и с функциональностью. На самом деле здесь еще есть один тонкий момент. То есть что такое на самом деле комиссионная торговля? То есть определение, которое на данный момент применяются в нормативных документах. То есть комиссионная торговля – это проведение сделок через посредника, комиссионера. И регулируется этот процесс у нас гражданским кодексом. Вы видите ссылку, статья 990 Гражданского кодекса Российской Федерации. То есть договор комиссии – это соглашение, по которому одна сторона должна по поручению другой стороны совершить сделки. Дальше есть вариации от своего имени за счет комитента или за счет комитента от имени комитента. Это уже получается разница в договорах, то есть в оформлении договоров. Ну и естественно должно быть обязательно указано, что за свои услуги должно быть вознаграждение выставлено. При работе с маркетплейсами у нас комиссионером выступает сам маркетплейс. Но практически право собственности на товары, которые, например, мы размещаем на маркетплейсе, у нас не переходит. И, соответственно, в связи с этим комиссионер должен предоставить отчет, где он указывает, какие товары были проданы. И второй момент. Ну, при разных формах организации, мы с вами про них уже поговорили, это вот ДБС, ФБС, ФБО. При разных формах, при разных моделях работы у нас, соответственно, возникают и разные требования к документам, к договорам, которые оформляются для такого вида бизнеса. Снова возвращаемся на этот слайдик. И, собственно говоря, права получают маркетплейсы. То есть они имеют право рекламировать, продвигать эту продукцию, то есть товароматериальные ценности, которыми торгуют. И принимать, например, возвраты от покупателя. Но это касается ситуации, когда магазин участвует в сделке. Но бывает, что, например, бывает ситуация, когда маркетплейс, когда комиссионер может выкупить эти товары. Ну, то есть вариаций, на самом деле, достаточно много. Сейчас мы с вами перейдем к следующему слайдику. То есть здесь у меня отражена именно активация функционала. Это то, что мы с вами уже посмотрели, про что я сказала. То есть отметки на комиссионную торговлю у нас должны быть все проставлены. На некоторых слайдиках я буду возвращаться к тому, о чем мы поговорили, чтобы зрительно привлечь ваше внимание к этому процессу, чтобы вы более точно смогли разобраться в данной ситуации. Еще немножко, так сказать, нормативных материалов. Как я уже сказала, у нас в бухгалтерии все операции, которые мы проводим про маркетплейсом и по комиссионерам собраны в один блок. Этот блок называется маркетплейсы и комиссионеры. И вы видите на экране функции, которые мы можем получить в этом блоке. Собственно говоря, это имеет практически достаточно большое удобство, потому что, например, смотрите, если мы с вами переходим в блок продажи, у нас с вами есть возможность перейти в это рабочее место. Если мы с вами активируем блок покупки, то есть переходим в раздел покупки. К сожалению, не очень быстро у меня переходится. У нас с вами будет там точно такой же покупки. У нас тоже с вами здесь будет возможность работать с маркетплейсом. И, собственно говоря, в этом случае у нас получается очень комфортное место. Место, то есть мы переходим через маркетплейсы. У нас открывается весь журнал документов. Ну, соответственно, мы выбираем с вами организацию. В моем случае вот у меня их несколько. И ИП есть, и ООО есть. То есть после того, как мы перешли в рабочее место маркетплейс, по кнопочке «Создать», мы с вами имеем возможность выбрать нужный нам документ. То есть обратите внимание, здесь есть передача на реализацию. То есть в переводе на бухгалтерский язык это передача на 45-й счет. При этом у нас есть как бы градация, если можно так сказать. 45-й счет используют разные субсчета. И, соответственно, в зависимости от того, что мы передаем на реализацию, мы будем использовать определенный субсчет. То есть 45-1, 45-2, 45-3. Кроме этого, мы можем оформить возврат. Если, например, обнаружился какой-то брак или по каким-то иным причинам покупатель возвращает на маркетплейс, а маркетплейс, соответственно, оформляет возврат нашей организации. И здесь у нас есть документы, отчеты о продажах. Обратите внимание, есть отчет о розничных продажах и отчет об оптовых продажах. Также есть документы, которые отражают выкуп товаров комиссионерам или возврат выкупленного товара комиссионерам. И, собственно, последний документ в нашем выборе – это поступление услуг, то есть это фактически отражение услуг агента, когда он выставляет свое агентское вознаграждение и когда перевыставляет, допустим, оказание каких-то услуг, доставку там, ну, что-то такое. Снова мы переключаемся на наши слайдики и сейчас мы поговорим вот о чем. В меню продажи, как я уже говорила, мы переходим в разряд маркетплейсы и из этого раздела мы можем вот еще раз на слайдике отражено выбрать какие-то конкретные документы и в связи с этим возникает вот какая ситуация. То есть очень часто, к сожалению, возникают вопросы, которые на самом деле возникали и несколько лет назад, когда, в общем-то, еще не было даже понятия в маркетплейсы, но тем не менее ситуация по работе с комиссионной торговлей у нас уже на тот момент существовала и здравствовала. То есть у нас есть документ реализации, штатный документ реализации. В других конфигурациях мы можем выбрать документ реализации и установить у него вид операции. В этом случае используется передача на реализацию, то есть это как вид реализации. И после этого уже получается, что у нас будут формироваться проводки не через 90-й счет, а через 45-й. И после того, как, ну вот вы видите документ реализации и конкретика, так сказать, передача на реализацию. Все остальное, в общем-то, стандартно на закладочке товары мы отражаем конкретные номенклатурные позиции, которые мы передаем маркетплейсу. И, если необходимо, отражаем возвратную тару. Вот здесь обратите внимание, что если мы ведем учет переданного товара именно, то в этом случае у нас будет задействован счет 45-й, 0-1, то есть субсчет 0-1. В этом случае зачет у нас будет устанавливаться по умолчанию. И мы будем, естественно, дальнейшие операции отражать уже с учетом 45-го счета. Снова вернемся в нашу бухгалтерию, нашу демоверсию. Ну, и вот здесь вот, я сейчас закрою. Вот. И посмотрим, вот какой момент. То есть мы по кнопочке создать, создадим документ, например, передача на реализацию. Здесь важно, чтобы вы обратили внимание на такой момент. Сейчас у нас сформируется этот документ, я пока чуть-чуть расскажу. То есть мы в документе передачи на реализацию должны выбрать договор, который у нас составлен с комиссионером. В этом случае задействуется 45-й счет, и дальше уже абсолютно штатное заполнение документа. То есть здесь не надо особо ничего придумывать, но нужно обратить внимание на договора, которые у нас составлены с данным контрагентом. То есть у нас один договор с ним будет, как с маркетплейсом. Ну, чаще всего на практике лучше называть такой договор по имени конкретного маркетплейса. Например, договор там Озон, маркетплейс, Озон там какой-нибудь, ну, соответственно, номер. Или там Вайлберис, или... Ну, то есть название соответствующего контрагента. Потому что когда в последующем мы будем формировать стандартные, например, бухгалтерские отчеты или еще что-то аналогичное, то есть какие-то отчеты или аналитические материалы смотреть, будет достаточно трудно отсортировать. Например, если мы просто пишем маркетплейс, или, например, просто Озон там, или, соответственно, какое-то другое наименование. Поэтому наименование лучше вот сразу обращать внимание, как мы вводим наименование договоров. Ну, соответственно, выбираем контрагента. Ну, я вот... Например, вот так вот сделаю. И указываем точно так же. Обратите внимание на склады. То есть у вас должен быть сформирован склад для работы с маркетплейсом. Можно сформировать склад общий, на который, например, если вы с несколькими маркетплейсами работаете, на котором перемещать товары, которые пошли в торговлю на маркетплейс, можно сделать на каждый маркетплейс один. Допустим, склад индивидуальный для каждого маркетплейса. Ну, я выберу общий вот так вот, чтобы у меня просто был заполнен документ. И договор. Сейчас у нас откроется. Значит, в договоре, в обязательном порядке, мы должны поставить признак контрагента. А, нет. Признак контрагента. И, соответственно, формируется или не формируется счет на оплату. И на закладочке товары мы с вами можем либо подобрать, либо добавить из нашего справочника номенклатура нужные, ну, соответственно, позиции. Я сейчас выбираю первые попавшиеся, чтобы просто показать механизм действия. Ну, естественно, если это товары маркированные, на это надо обратить особое внимание, если товары, подлежащие маркировке, 10, например, единиц. И, соответственно, счет передачи. В нашем случае это будет счет 45. Ну, все ГФУ, которые касаются этого процесса, должны быть настроены заранее. Ну, это, во-первых, исключит ошибки, ну, а во-вторых, в общем-то, позволит сэкономить время и использовать на выписке, например, документов отгрузки менее квалифицированных сотрудников. Абсолютно такая же ситуация с тарой. А вот здесь, смотрите, небольшая тонкость, то есть по кнопочке «Добавить» мы можем использовать выбор из справочника. А по кнопочке «Заполнить» у нас есть возможность, например, взять документы поступления. То есть если мы выбираем с вами «Добавить из поступления», то в этом случае переносится табличная часть из документа поступления, который мы выберем. То есть у нас по кнопочке «Добавить из поступления» открывается возможность выбрать из журнала «Нужный нам документ поступления». Если мы хотим сделать документ по нескольким документам поступления, то в этом случае мы можем заполнить, добавить из поступления несколько документов. То есть сначала выбрать один документ, потом снова использовать кнопочку «Заполнить» и выбрать другой документ. Если мы выбираем «Заполнить» по поступлению, то, соответственно, переносится сюда табличная часть того документа, который мы выбрали. Кнопочка «Подбор» позволяет нам работать, собственно говоря, в режиме оператора и выбирать нужную позицию из справочника. Справочник контрагентов. Ой, контрагентов, извините, заговорилось. Справочник номенклатуры. Справочник номенклатуры. И после того, как мы набрали нужный нам комплект товаров, мы нажимаем «Перенести в документы», и, соответственно, выбранный перечень переносится в наш документ. После того, как мы сохраняем этот документ, на его основании мы можем сделать, видите, достаточно много документов. То есть можно сделать корректировку реализации. Если, например, у нас при приеме маркетплейсом обнаружились какие-то расхождения, то можно сделать и корректировку. И, собственно говоря, вот видите, достаточно большой список. И точно так же у нас есть возможность на основании документа передачи на реализацию у нас можно оформить реализацию отгруженных товаров. В этом случае, соответственно, 45-й счет закрывается на 90-й, и у нас получаются полноценные документы реализации через маркетплейс. Обратите внимание, что еще документ таможенная декларация может быть. То есть, соответственно, вот эта фишка как бы стала самым главным катализатором. Почему стала настолько популярна понятие именно торговли через маркетплейсы? Потому что сейчас с учетом всех этих санкций и ограничений для нас, перемещение через таможню, стало представлять для многих предприятий достаточно большую сложность. Особенно если это не какие-то крупные партии, типа там контейнер, судно, самолет и так далее, а какие-то небольшие партии, которые чаще всего в рознице происходят, то вот обратите на это внимание. Еще, в принципе, это абсолютно старая функция. Сейчас я чуть-чуть подвину. Сейчас я чуть-чуть подвину, чтобы мы смогли с вами посмотреть более подробно. И старая функция, это что имеется в виду? Она существует во всех конфигурациях достаточно давно. И, собственно говоря, совершенно не является новостью, но, тем не менее, это очень удобная функция. Вот такая пиктограммка. То есть, это отправка по почте сформированного документа. Это позволяет избежать лишних шагов по выгрузке документа из конфигурации, там, какой-нибудь промежуточный файл, потом загрузку в почту и так далее. Соответственно, вы сформировали какой-то документ, и вы можете его сразу отправить адресату. То есть, вы нажимаете вот эту кнопочку и экономите себе достаточно много времени. На самом деле, функция очень удобная, но, к сожалению, вопросов, а как мне отправить документ, возникает достаточно много. Если вы не используете эту функцию, то, естественно, вам нужно сформировать печатную форму. Как вы видите, их тоже достаточно много. Есть и торги 12, и, обратите внимание, торг 12 с услугами. То есть, возможно, и такой вариант оформления документации. Ну, и, собственно говоря, другие варианты. Можно сформировать счет на оплату. То есть, или, обратите внимание, сразу комплект документов создать. То есть, когда, например, накладная, счет фактура, товаротранспортная, там, накладная и так далее. Почему я обращаю внимание ваше на вот эту пиктограмму? Потому что, ну, поскольку у нас сейчас с этого года грузоперевозки переведены на электронный документ, оборот, то есть с электронными договорами, с электронными документами, то вот эта функция здесь бывает очень удобна. То есть, именно вот при таком режиме. А сейчас мы с вами снова вернемся. Собственно, мы заполнили все, что у нас здесь требуется. Заполнили информацию про возвратную тару. И ставим флажок, то есть, если документ полностью оформлен окончательно, то есть, имеет печать, подпись. Ну, то есть, если документ не в витиск, а на копии вам пришел, а уже с подписями, то есть, оформлены по полной программе. И, собственно, на этом у нас оформление документа можно закончить. Сейчас мы его закроем. Нет, нам не нужны эти изменения. А мы с вами снова вернемся к нашим файликам. И вернемся к файликам вот для чего. То есть, как у нас происходит сама по себе работа. Мы активировали функциональность программы. И после этого, ну, естественно, допустим, мы создали контрагента, который является конкретно маркетплейсом. И сделали склад, на который будем перемещать товары, которые реализуются через маркетплейс. Как я уже говорила, мы обязательно должны сделать два договора. То есть, один договор у нас, вид договора с комиссионером. Ну, и дальше, собственно, стандартные реквизиты договора. Единственное, на что хочу обратить внимание, при заполнении что контрагентов, что договоров, обращайте внимание на то, что нужно заполнить все поля, которые вы видите, которые доступны для заполнения. Потому что в дальнейшем, при формировании разных документов, если вы что-то пропустили, то есть, например, схалтурили при заполнении либо справочников-контрагентов, либо договоров к нему, у вас оказывается, что формируется какой-то документ. Но если вы не заполнили поле, то будет, например, договор с... И дальше пропуск вместо наименования контрагента. Там руководитель и пропуск вместо указания должности и фамилии. То есть, на самом деле, это не столь критично. И у крупных компаний юридические отделы могут это дело заполнить и ручками. Но, тем не менее, по большому счету, сэкономленные минуты на заполнении первоначальном потом выливаются в гораздо большую потерье времени при выписке, при работе исполнителей. При создании договора с комиссионером мы можем сразу указать способ расчета его вознаграждения. К сожалению, это не всегда удобно, потому что, например, если вы работаете с Валтберрис, то они присылают еженедельный отчет. И, соответственно, в этом отчете будет указана, ну, естественно, перечень товаров, будет указаны какие-то скидки и будет указано за какие услуги. То есть не обязательно вознаграждение можно будет рассчитать в процентах. Туда могут быть включены и какие-то услуги, и какие-то скидки на оценки. То есть чаще всего процентом от общей суммы, от суммы продаж бывает рассчитать трудно. Но, тем не менее, такой способ существует. И вы можете указать, как процент от суммы продажи. Сейчас переключимся на демо-базу. Сейчас мы с вами... Ну, давайте возьмем так, Marketplace. А у меня, к сожалению, нет. Ну, создадим новую передачу на реализацию. И сейчас посмотрим, выберем какого-то контрагента. И, собственно говоря, нас интересуют договора с контрагентами. То есть, когда мы устанавливаем вид договора передачи на комиссию, поскольку он медленно формируется, я расскажу по слайдику, а потом, когда он переключится. То есть здесь у нас возможны разные варианты. То есть способ расчета у нас может быть как процент от суммы, так и фиксированная сумма и другой вариант расчета. Но, тем не менее, возможность такая есть, но она не всегда оказывается удобным. То есть один договор мы создаем с комиссионером, а вот второй договор мы создаем с поставщиком. То есть, соответственно, у нас должна получиться вот такая картинка. То есть договор на сопутствующие услуги. В принципе, можно их конкретизировать. Какие конкретно услуги должны быть оказаны. Ну, например, таможенная чистка грузов или продвижение товаров по маркетплейсу. И должен быть посреднический договор, который, как касается конкретно передачи товаров, то есть работа с товаром, а фактически это перечисление денежных средств. То есть получили от покупателя и переслали нам. То есть, когда мы имеем вот два договора, у нас все в порядке, мы можем двигаться дальше. Еще момент по документам реализации. Как я уже говорила, у нас эти документы, возможность с ними работать, находится в разделе «Продажи». Есть договоры. И очень нежелательно оставлять вот такую запись, пока мы сюда с вами зашли. Сразу попутно сказать. То есть, конкретно нужно указывать договор, номер и дату. И, соответственно, основной договор это автоматически создаваемый договор. И очень трудно работать в этом случае с дополнительной аналитикой, которая касается договоров. Потому что все договора, например, от 10 контрагентов, вы хотите посмотреть, какие есть договора, и у вас будет 10 одинаковых записей с отсутствием конкретики. То есть, возможно, у вас феноменальная память, и вы помните их на вид, нанюхали, ну, я не знаю, еще на какие признаки. Ну, естественно, гораздо проще работать, если у вас указан договор. И, ну, коротко, договор аренды, договор перевозок, договор сопровождения. Ну, то есть, таким вот образом. И когда мы с вами открываем сам договор, то есть, мы можем это сделать и из карточки, можем сделать и путем другой аналитики. Ну, вот вы видите, здесь, допустим, в качестве комментариев указано, какое конкретное помещение или что-то создается. То есть, это гораздо более удобно при таких, ну, при работе с документацией гораздо удобнее вот так ориентироваться. Вид договора. Вот мы с вами выбираем, соответственно, у нас, видите, есть с принципалом, если у нас касается телопродажи, с комитентом, то есть, если мы закупаем у такого, ну, и транспортная компания, если мы сами занимаемся перевозкой, если мы сами организуем перевозку, ну, вот мы ставим с комитентом на продажу, и в этом случае у нас есть вот такая ссылочка комиссионное вознаграждение, вознаграждение и, собственно говоря, способ расчета комиссионного вознаграждения. То есть, мы можем вообще не указывать, что это должно рассчитываться автоматически, выбрать вот этот пункт. Можем выбрать по разнице, то есть, когда мы передаем уже с определенными видами цен. Ну, и, соответственно, вот процент от продажи, как в нашем примере, который мы с вами на слайдике посмотрели. Естественно, если мы отмечаем, что у нас это платежный агент, то мы должны вот так мы ставим платежный агент и указать признак, какой конкретно агент в нашем случае. Вот на эти подробности, пожалуйста, обращайте внимание и в этом случае потом, когда мы формируем уже другие документы, по этому договору, не надо дополнительно переходить в режим ручного редактирования и заполнять какие-то данные. Так, сейчас мы с вами снова переходим в наши слайды и посмотрим мы с вами документы продажи и, соответственно, реализацию. Документы продажи и документы реализации. Это у нас общий журнал, то есть вы видите журнал, в котором у нас созданы уже какие-то конкретные документы и интересует нас раздел, то есть вот эта кнопочка реализация, по которой мы можем выбрать, ну, например, если нам Marketplace перевоставляет какие-то услуги, например, перевозку или маркетинговые мероприятия, ну, то есть вот какие-то документы. И обратите внимание, что у нас есть и выкуп комиссионерам и отгрузка без перехода права собственности. Перескочили немножко. Так. Так. Отгрузка без перехода права собственности. снова вернемся к нашим слайдам. И вот какой слайдик мы с вами сейчас посмотрим. Значит, если мы с вами выбираем реализация акта накладной УПД, то место, где мы с вами сейчас были, и используем кнопочку реализация, то мы с вами выбираем вот то, что только что я вам показала. и соответственно здесь нам нужно учитывать вот что. Я про это уже скользко сказала немножко раньше. То есть, если мы передаем на реализацию товары, которые мы приобрели ранее, то есть покупные материалы, товары, то в этом случае у нас с вами будет работать счет 45.01, то есть субсчет 0.1. Если мы передаем свою продукцию, то есть которую производим самостоятельно, в этом случае у нас будет задействован счет 45.02. И корреспондировать она будет 43.0. счетом. А вот если мы хотим продать материалы, то в этом случае у нас будет работать 45.03. То есть, видите, отражение разных видов ТМЦ у нас будет происходить по разным субсчетам. Соответственно, после реализации переключаемся снова с вами на демо-базу. соответственно, включим продажи, включим маркетплейсы и комиссионеры. После создания документов, которые отражают отгрузку, мы можем уже заниматься отчетами комиссионеров. То есть, цепочка такая, мы создаем, повторюсь еще раз, мы создаем контрагент, называем его маркетплейс, например, ОЗОН. Мы создаем склад, который будет использоваться для перемещения отгруженных товаров и называем его, например, склад ОЗОН. После этого мы получаем от комиссионера отчет комиссионера. И, собственно говоря, здесь у нас есть возможность выбрать розничные продажи либо оптовые продажи, если вы все-таки работаете там с каким-то оптовыми предприятиями через маркетплейс. И после того, как мы получаем отчет, мы по нему создаем нету у меня сейчас, к сожалению, такой возможности показать именно маркетплейс. Значит, мы по этому отчету комиссионера списываем проданные товары в своем бухгалтерском учете начисляем комиссионное вознаграждение, которое нам указал маркетплейс. В большинстве случаев в отчете уже стоят готовые цифры, которые учитывают и какие-то, например, скидки за его сильную активность и какие-то другие маркетинговые мероприятия, за которые он вставляет нам вознаграждение. То есть мы создаем документы, которые списывают реализованный товар, это отчет комиссионера, и создаем документы, которые сопровождают его услуги, это акты, акты о полученных услугах. И, собственно говоря, после этого наша задача принять денежные средства и правильно отразить их в учете. то есть это чаще всего выписка нам для этого требуется. Ну, то есть мы по выписке приходуем денежные средства и самое основное, что здесь нужно очень внимательно подходить к тому, что контролировать остатки, которые на данный момент у вас имеются переданы уже на marketplace. То есть для этого мы используем соответственно либо сверку с предприятием, либо если это у нас, например, если нас интересуют именно поштучные остатки, то в этом случае у нас есть раздел инвентаризации, мы можем оформлять при получении отчета комиссионера, оформлять инвентаризацию товаров и соответственно проводить по приходу не списания товаров, если вдруг выяснилось какой-то, например, какие-то излишки, обнаружились какая-то пересортица или пришло что-то в негодность. То есть в принципе с товаром мы работаем как обычный склад и оформляем доступные нам документы. здесь еще нужно обратить внимание вот на что, что поскольку у нас сейчас расширен перечень маркируемых товаров, то есть у нас под маркировку попали допустим вот сейчас и соки, морсы, то есть безалкогольные напитки и БАДы, ну достаточно много, большой перечень и пиво, то при проведении, при оформлении инвентаризации нужно обращать внимание на марки, то есть соответственно, что если был возврат от вашего комиссионера или еще какие-то были операции, то есть замена возможно была для покупателя какого-то товара, то естественно это нужно отражать, потому что иначе быстро скажем так если Валберис четыре раза представляет в месяц, то есть еженедельно представляет отчеты, то соответственно если вы что-то пропустили, то потом восстанавливать это будет и трудоемко и будет искажение ваших остатков, то есть вы не будете знать, что у вас на самом деле там происходит на складе, что осталось, что может быть уже по срокам ушло и так далее. И теперь у нас еще один момент есть, это отчеты, которые мы можем получать, то есть в разделе отчеты вот он у нас, ну во-первых мы можем получить обычные оборотно-сальдовые ведомости, то есть у нас в этом случае оборотно-сальдовые ведомости будет отражен 45-й счет с разбивкой по субсчетам я просто формирую вот первый попавшийся период, потому что хотела обратить ваше мнение на настройки обычных бухгалтерских отчетов, то есть у нас получается, ну вот в моем случае у меня здесь 45-й счет не работал, потому что не было операций по маркетплейсам, но как вы видите у меня здесь будут отражаться соответственно 45-й счет расчеты с поставщиками и подрядчиками дадут мне возможность посмотреть, что у меня с конкретным маркетплейсом ну и соответственно посмотреть 90-й счет вот у нас 90-й счет то есть соответственно у нас будет отражаться выручка будет отражаться себестоимость и если вы с НДС работаете соответственно НДС либо перевыставленный либо ну по конкретной ситуации а что на что я хотела обратить внимание что в принципе это тоже далеко не новость это используется давно и многим знакомо но настраивайте оборотно-сальдо ведомости другие бухгалтерские отчеты мы можем через кнопку настройка и во первых вот этот флажок отражать по субсчетам это значит что мы с вами будем видеть что мы с вами будем видеть не свернутый счет а развернутый по субсчетам в отборах если мы ставим вот этот вот флажок то у нас будут отражаться из-за балансов счета то есть 001 002 и так далее показатели это что мы будем смотреть то есть данные бухгалтерского отчета или может мы хотим какие-то другие посмотреть развернутая сальдо вот развернутая сальдо здесь нужно быть внимательным потому что развернутая сальдо предполагает что вы видите и дебет и кредит то есть соответственно если у вас не захлопнулся например 60 01 60 02 то вот здесь вы будете видеть эту картинку и дополнительные настройки нас интересует вот этот флажок то есть если вот этот флажок у нас проставлен то в самой оборот на сальдо в ведомости мы будем видеть и наименование самого счета в противном случае у нас с вами наименование не будет отражаться будет отражаться только номер счета ну и если совсем брать что для гурманов то мы можем проставить флажок чтобы красным выделялись отрицательные ну и более компактный вид это ну как бы будет доступ то есть собственно говоря вот на этих закладочках мы можем с вами немного покапризничать и сформировать себе более красивый красный отсчет и так далее ну и если мы ставим вот сюда чекбок то соответственно в документ выводится сведения с подписями ответственных лиц если я знаю что мне надо что мне надо этот документ куда-то отправлять то естественно такой флажок стоит поставить вот видите если он постоять не будет то будет просто табличная часть без вот этого вот без вот этого вот блока и собственно говоря для обычных стандартных документов у нас обычно зарегистрирована одна форма документа ну вот у меня он сейчас поскольку демо базы мы не можем оформить будет вот так вот и если вас интересуют регистр учета ну это в принципе всем знакомо то есть увести именно регистр учета или сохранить выделенный файл еще на один момент хотела обратить ваше внимание у нас есть волшебная кнопочка еще по которой в принципе мы можем в старых версиях эти пиктограммы располагались в верхней по линейке более поздних они располагаются через кнопочку еще то есть работа со списком редактирования режим ручного редактирования если я халтурила при первоначальных заполнениях и там поставила незаполненных полей то я могу включить режим ручного редактирования и соответственно какие-то поля где я накосячила где не отражается информация заполнить вручную ну естественно это только лишние затраты времени поэтому лучше все-таки при первоначальном заполнении что контрагентов что договоров что другую информацию лучше заполнять сразу полностью в этом случае не придется потом корректировать уже готовые документы и еще одна тонкость вот этого режима то есть это как с золушкой что если вы не успели то карета превратится в тыкву точно так же здесь у нас то есть те исправления которые я введу в табличной части какого-то документа я могу их распечатать я могу сохранить в отдельный файл но как только я закрою эту форму то карета превратится в тыкву то мои исправления не сохранятся снова возвращаемся с вами сейчас закроем эти все художества они нам собственно говоря сейчас больше не понадобятся и вернемся снова к нашим слайдикам то есть мы с вами посмотрели в общем-то технологию работы с маркетплейсами как я уже говорила еще раз заострю ваше внимание очень аккуратно надо подойти к оформлению договоров потому что на самом деле вот сейчас большинство вопросов которые возникают у пользователей связано с тем что как отразить например начисление комиссионного вознаграждения как отразить перевыставление каких-то дополнительных услуг то есть перевозки доставки перегрузки и так далее то есть документов при работе с маркетплейсом договоров конкретно у вас должно быть два один по товарам то есть один договор должен быть с комиссионером а второй обычный договор должен быть с поставщиком то есть все услуги которые вам оказывает маркетплейс вы отражаете как поступление услуг ну и в принципе ничего более скажем так нового и революционного в данном момент у нас с такой торговлей не произошло то есть единственное мы должны помнить что на каких условиях у нас заключен маркетплейс потому что у каждого маркетплейса есть свои особенности и например озон работает немножко не так как работает тот же валберрис естественно отчеты они составляют тоже немножко по-разному то есть для нас в этом случае важна вот мы с вами смотрели аббревиатура точнее не аббревиатура а условия которые под этой аббревиатурой скрыта то есть чья ответственность за конкретные действия ну и я снова хотела вернуться на наш титульный лист и показать еще раз вам наши контакты телефоны электронную почту адрес сайта и пригласить вас к сотрудничеству мы очень надеемся быть вам полезными мы можем выполнять абсолютно весь спектр операций с программными продуктами 1С и надеемся что наша сегодняшняя встреча вам оказалась полезной и надеемся что вас заинтересуют еще какие-то материалы возможно которые на сайте размещены возможно у вас вопрос возникнет какой-то в этом случае любым удобным для вас способом отправляйте нам свои вопросы мы ответим и более предметно и развернуто потому что это уже будет конкретизовано под ваши конкретные реалии на этом разрешите попрощаться с вами хорошего вам дня всего доброго спасибо 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 Продолжение следует...